Рука Кремля в Европейском Союзе. Это не военный блок. Да и зачем им это все? Путин сумел усугубить транспортную блокаду Украины. Теперь после поляков украинские фуры блокируют Словакия и Венгрия. Мы ценим настрой венгерского руководства на последовательное развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией. И, безусловно, Венгрия является важным и надежным партнером России в Европе. Это нельзя назвать сюрпризом. Эти страны давно подыгрывают России на международной арене. Словакию представляет премьер Роберт Фицу. Фица действует как генплияние Кремля точно так же. А Венгрию неизменно премьер Виктор Орбан. Что касается премьер-министра Орбана, его часто обвиняют в каких-то пророссийских настроениях. Это ерунда. Эта блокада может затянуться надолго. Венгрия будет присоединяться к любым блокадам Украины, потому что она занимает антиукраинскую позицию, очевидно, и прокремлевскую. До сих пор Венгрия была изгоем среди европейского общества. Она блокировала все возможные помощи Украине, вопреки позиции Европейского Союза. Это санкции против России, они торпедированы в Венгрии. Уход Украины из сферы влияния России, переход в сферу влияния Европы блокируется. Блокируется помощь военная и финансовая Украине, чтобы она выстояла в войне с Россией. Но сегодня Орбан вдруг вступает в союз с польскими перевозчиками, чтобы опять-таки навредить Украине. Венгрия заинтересована в создании таких ситуативных союзов по любым вопросам в борьбе против Брюсселя. Естественно, в первую очередь по вопросам сотрудничества Брюсселя и Украины. То есть Венгрия игнорирует любые союзы солидарной помощи Украине. А вместо этого поддерживает польскую инициативу по транспортной блокаде. И сейчас вот как раз этот случай, когда ситуативно Венгрия включается в это блокирование для того, чтобы навредить и Брюсселю, и Украине. Из-за этого Орбан получает двойную выгоду. Во-первых, он отрабатывает деньги Кремля. А во-вторых, шантажирует Брюссель взамен на деньги ЕС. Орбан занял такую позицию, когда он получает дивиденды и от Москвы, и от Брюсселя. Такая подлая позиция дает свои плоды. Сейчас ему разблокировали 900 миллионов, почти миллиард, перед заседанием 14-15 декабря, которое будет Европейского совета. Для того, чтобы он пошел на уступки, скажем так, и проголосовал за предоставление Украине права начать переговоры по уступлению в Европейский союз. Задачи Путина тоже выполняются. Украина несет экономические убытки и борется с гуманитарным кризисом. Что означает блокада? Блокада означает, что мы не получаем военную помощь. Это не приезжает солярка для танков, это не приезжают запчасти, это мы не можем получить гуманитарные грузы, которые нужны, те же коптеры, запчасти к ним и так далее. Российский след в транспортной блокаде Украины виднеется еще в Польше. Организатор протестов, политик Рафал Маклер. Он является членом партии Конфедерация Свободы и Независимости. Эта политсила имеет неоднозначное отношение к Украине, а лично Рафал Маклер и вовсе похож на агента Путина. Этот человек, которого вы назвали, он поддержал присоединение Крыма, украинского Крыма, Россией. Даже по некоторым источникам он вроде бы сам туда ездил. Его коллеги, которые блокируют украинских перевозчиков, больше похожи на шпионов в интересах России. Теперь, значит, польские перевозчики досматривают грузы все. Кто им дал право досматривать грузы? Людям, неуполномоченным от государства, это представители политической силы, промосковской. Они досматривают фуры. Что идет в фуре? И четко идет фиксация и доклад в Кремль, сколько, чего поставляется. Получается, что Путин наполовину варварским, наполовину дипломатическим путем смог ударить в спину украинской экономики. Кремль не мог дотянуться до логистических вот этих коридоров, коридоров солидарности так называемых. Потому что Европа сказала, что Украине пойдет навстречу, открыла эти коридоры. И, естественно, бомбить европейские страны не решился Путин. Теперь ситуацию может решить только Европейский Союз. Единственное, что может противопоставить сегодня Европейский Союз блоку Россия-Китай, это свою солидарность внутри Европейского Союза и евроатлантическую солидарность. И здесь вариантов немного. Либо заставить Польшу, Словакию и Венгрию снять забастовку, либо направить украинские фуры на Румынию и Молдову. Продолжение следует...